Денис, приветствую тебя! На очередном видео совместный анализ технических и фундаментальной оценки самых интересных торговых возможностей, которые мы с Денисом видим сейчас. Они, безусловно, носят рекомендательный характер. Друзья, за вами окончательное решение. Мы делимся с субъективной точкой зрения и всегда вам даем такое напутствие вслед, что обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, потому что очень важно сейчас, особенно если на рынке что-то предвещает шумиху, например, какой-то значимый отчет, важно, чтобы вы бдили и внимательно относились к вашей торговой активности. Так, Денис, ну поскольку на мне традиционный фундамент, сегодня, с твоего позволения, я предлагаю обратить внимание на евро. Да, спасибо. Соответственно, сегодня заседание Европейского Центрального Банка. Классически по экономическому календарю мы ждем сначала ставку в 14.45 по московскому времени. И спустя, получается, тоже классически традиционно, 45 минут после этого пресс-конференция руководителя ЕЦБ Кристина Лагар. Что мы ждем от ЕЦБ? Конечно же, ставки не изменятся. В принципе, я бы даже сказал, что и по факту самой пресс-конференции ничего суперинтересного не произойдет. Мы с тобой не первый раз уже за рынками наблюдаем, когда заседает ЕЦБ. И каждый раз, как бы не хотелось предвосхитить какие-то интересные движения, в следующий раз после этого заседания мы с тобой констатируем, что и ЕЦБ уже не тот, и с нонфармами уже много раз так было. В общем, рынки не раскачиваются. По ЕЦБ. Сегодня я жду пересмотров прогноза экономического роста. Я прям предлагаю тогда сразу к демонстрации перейти. Секундочку. Так, по ЕЦБ жду, как уже отметил, пересмотра экономического роста, прогнозов с учетом последних макроэкономических отчетов, с учетом вводных. Скорее всего, Кристин Лагард в очередной раз подтвердит позицию того, что банк все контролирует, ставки низкие нужны. Они будут оставаться такими низкими длительный период времени, и при необходимости ЕЦБ будет готов задействовать какие-то новые меры экономического стимулирования. При всем уважении к ЕЦБ, я все-таки рекомендую, друзья, всем вам, тем, кто будет следить за европейской валютой, больше сделать акцент на завтрашние события. Это саммит Европейского Союза, который двудневный. То есть какие-то решения могут быть в субботу, то есть в понедельник, возможно, реально открытие с ГЭПом. Все сейчас закладываются под то, что европейская валюта будет продолжать расти, потому что на этом саммите страны согласуют новый фонд экстренной помощи для тех регионов, которые сильно пострадали от пандемии и сейчас нуждаются в этой ликвидности. Я предлагаю все-таки руководствоваться немножко другим подходом, и лично я скептично настроен в отношении того, что этот фонд будет согласован, поскольку очень много стран жесткой бюджетной дисциплины будет как раз отстаивать позицию того, что они не хотят помогать тем регионам, которые нарушили условия по соответствию и отношению госдолга к ВВП. Поэтому мое, опять же, субъективное мнение, никакого фонда не согласуют. И мы уйдем полномерно на августовский саммит, а там уже будет видно. И вот это как раз может стать причиной для распродажной негативной динамики европейской валюты, которая очень сильно забралась. Поэтому сделка простая – это sell limit от ложка в расчете на всплеск волатильности, который обязательно будет. И этот всплеск волатильности может привести евро-доллар к максимуму на отметке 1.1450. И оттуда вот уже можно будет подпродать с расчетом на возвращение пары в район 1.1280, 1.13. Стоп-лосс забросим на 50-60 пунктов на отметку 1.1510. И еще одна идея сегодня – это то, что происходит на рынке нефти. Рынок нефти дает небольшую коррекцию, небольшую периодически. Но она настолько незначительная, что можно сказать, что в целом мы наблюдаем развитие бычьего рынка из недели в неделю. И сейчас находимся также на мартовских максимумах по бренду 43-42. Вчера был серьезный фон. Мы ждали итоги решения заседания ОПЕК. И знали, что в принципе это заседание непростое. Скорее всего, страны примут решение о том, что нет смысла уже держать сделку вот этого факта в прежних объемах. И нужно смягчить вот эти обязательства и увеличить добычу нефти. То есть классический, это же безусловно медвежий фактор. Потому что есть еще определенные претензии и сомнения в стабильности экономического роста и спроса, достойного на нефть. Потому что сейчас пандемия еще никуда не отступила. Поэтому рынок мог бы вырасти, например, если страны ОПЕК решили, что пока рано корректировать что-то. Можно поддержать еще и в августе соглашение на 9,7 миллиона. Но они все-таки приняли решение увеличить добычу на 1,6. Рынок не отреагировал на это. Снижением он продолжил расти. Большой вопрос, когда все это закончится, я не знаю. Но при том, что бычья ралли уже идет, все называют уровни 50, 60, 70, 100 долларов за баррель, 150. И учитывая, как мы выросли, уже в принципе как бы и спорить не хочется, почему бы нет. Мы же уже выросли настолько. Поэтому вполне возможно, что рынок сможет добраться и до более высоких значений. Но все-таки я посторонник того, что коррекция должна быть. Я уже который раз пытаюсь ее поймать. Сегодняшний день не исключение. Я предлагаю сделку с уровня 42,90. При этом консервативный довольно стоп на отметке 43,30. И тейк профит в идеале бы поближе к уровню 40 долларов за баррель. Я уверен, что если все-таки медведи проявят себя, коррекция будет значительной. И вот хотелось бы коррекцию поймать. Денис, слово тебе передаю. Так, отлично. Слово взял. Экран тоже показал. Ну, во-первых, я тебя поздравляю с переходом на светлый фон экрана. Будем в одной цветовой гамме работать. Спасибо. Касательно евро. Я с тобой полностью согласен и поддерживаю эту мысль, что вряд ли не договорятся. Судя по тем тенденциям, даже если немножко отвлечься от трейдинга. И я достаточно тесно, скажем так, общаюсь с теми, кто в Европе живет уже достаточно большой период времени. И в Италии, и в Германии в том числе. Очень многие тоже говорят о том, что видно даже среди европейцев большое несогласие. Вообще, в принципе, несогласие касательно целесообразности существования такого блока, как Еврозона. Сейчас очень сильно эту лодку раскачивают. И я думаю, что все-таки на этот раз тоже не договорятся. Они будут еще резину тянуть достаточно долго с этим фондом. Назовем это фонд спасения еврозоны. И могут действительно его тянуть долго. Поэтому я не думаю, что что-то произойдет прям существенно на этих выходных. Возможно, какой-то позитив, конечно, сделают. Потому что, судя по графику индекса доллара, судя по графику евро, у меня складывается лично такое впечатление, что попытаются таки сделать добой. Дело в том, что по евро у нас за вчерашний день достаточно красиво видно, как появилась такая мощнейшая отрицательная кумулятива. То есть еще и точные сделки прошли по верхушке. Но при этом, как таковой, сильной реакции вниз у нас не было. Это чаще всего означает, что произошли фиксации, то есть вышли те покупатели, которые еще вот здесь заходили, видно, где заливка была. И, следовательно, сейчас вот от на данный момент крупного недельного профиля накопления у нас формируется реакция. Соответственно, если реакция вверх у нас действительно пройдет истинно в том виде, в котором я ее ожидаю, то с большей долей вероятности будет расклад такой, что по цене сделают добой вверх, вот в зону 1.14.75, 1.15.15. Да, зона такая широкая, скажем, ну как же, относительно, конечно, 40 пунктов. Но, во-первых, в ней находятся у нас самые крупные полграницы месячного рынка. Это раз. Во-вторых, находятся верхние границы расширенного канала, два. Стратегические экстремумы сопротивления в ней находятся, это три. То есть сейчас я их покажу, вот, чтобы видно было. Это уровни еще с 9 марта, да, 6-го, 9 марта 2020 года. То есть, по большому счету, сопротивление реально очень сильно. Поэтому я не вижу, собственно, причин, по которым бы цена не пролетела вверх. Тем более здесь даже еще и полуторная маржиналка попадает от самого начального движения. И затем уже протестировав в том числе и границы дисбаланса, а после этого только сформирует хорошую такую значимую коррекцию вниз. То есть, как мне кажется, это наиболее целесообразный вариант. Потому что у нас, по сути, и дырок накопления, все находится внизу, все пока что идет для поддержки. Поэтому, в принципе, как и на предыдущих наших с тобой брифингах, я постоянно говорю о том, что индекс доллара ожидал движения вниз. Мы его полноценно получили. То есть, взяли те экстремумы, которым как раз движ в район 95-70. К этим уровням движ действительно произошел. Сейчас она уперла в самую ближайшую зону продавцов. Это достаточно хорошо видно, красиво так протестировали тень. И в идеале бы сделать ретест минимума. Это самая такая классическая была бы комбинация. Ретест минимума по индексу, и, следовательно, ретест максимума с небольшим перехаром. Потому что желающих продать здесь просто огромнейшее количество. Это еще раз показываю. Видно очень хорошо и по той же кумулятивной дельте. То есть, насколько агрессивные у нас были продажи, но при этом реакция как таковой. То есть, не смогли даже до ближайшей поддержки нормально дойти. Поэтому очень часто это становится предвестником коррекции. И, следовательно, дальше цена уже вверх отлетает. Поэтому я все-таки вот к такому варианту больше всего склоняюсь. Не покупать, не продавать сейчас я не буду. Я сейчас просто жду. То есть, жду, ожидаю, выжидаю даже так это называть. Моменты, когда цена зайдет в эту зону. Если она действительно это сделает, вот там я уже буду пристально смотреть какую-нибудь кульминацию, чтобы появилось. Или же новое накопление с пробоем вниз. Там множество есть вариантов. Главное, чтобы цена туда дошла. Продать всегда успеем. Касательно нефти. По нефти у меня сценарий с начала недели заключался в том, что в идеале бы сделать добой вверх. Потому что, опять-таки, очень много есть желающих продать. Ну, собственно, не меньше, чем желающих купить. Да, я тоже читал все это по поводу, там, идет на фолларов на 150. Но есть одно железное правило. Вот на протяжении 12 лет я его на рынке абсолютно по всем классам активов наблюдаю, что чем больше кричат о том, что какой-то из финансовых инструментов будет расти, тем больше есть вероятность того, что его уже нужно начинать продавать. Примеров таких просто огромнейшее количество. Начиная от того же биткоина и прочей крипты, заканчивая теми же импульсными выстрелами в марте, которые мы все помним, все видели. Когда там и евро на паритет, там и фунт, черт знает куда уровни были и так далее. Но, тем не менее, то есть чем громче кричат о том, что будет расти на 100, на 150, тем больше вероятность того, что мы как раз-таки увидим скорее 30, чем те же самые 50. Но сейчас речь идет именно, я говорю, про котировки марки VTI. Поэтому я думаю, что все-таки по VTI добьют район где-то 41,90, 42,50. Вот этот диапазон, где же и границы дисбалансов находятся. И, следовательно, оттуда уже пойдут на коррекцию вниз. Величину коррекции я пока не загадываю, смысла в этом особо нет. Потому что она будет высчитываться уже непосредственно, когда будет сформировано максимум, тогда уже высчитаем величину падения. Но пока что она в районе приблизительно 39, это как самый ближайший уровень. И, соответственно, у нас есть всегда следующие уровни, на которые можно опираться. Поэтому в идеале, еще раз повторяю, это добой вверх. У нас вот и крупные объемы есть, тоже теперь уже поддерживающие, которые по нефти появились. И, следовательно, пока у нас ничего не перекрыто, могут корректировать вниз еще раз, добить, а потом уже уйти в достаточно глубокую коррекцию. В любом случае, это очень тесно будет зависеть от движений, которые по баксу. Потому что, в принципе, спонсор наших веселых движений на рынке – индекс долларов. Пожалуй, именно так сейчас все и происходит. Так что, в общем, за добой по нефти вверх, так же, как и по евро, в идеале добой тоже вверх, а потом уже в хорошую разворотку, распродажу. Денис, спасибо тебе за несчетывающий технический анализ. Остается только следить. Друзья, сегодня день важный с точки зрения фундамента. Денис вам показал то, что и уровни уже маячут, не то чтобы на горизонте, а вот прям совсем рядышком. Поэтому что-то точно будет интересное, и какие-то мощные движения точно последуют. Короче, будем их ловить и стараться конвертировать в прибыль. Тебе, Денис, хорошего закрытия недели и традиционно классных выходных. До следующей недели. Взаимно, коллега. До скорой встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok